МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Это город выходного дня. Несмотря на тяжелые трудовые будни, мы предлагаем провести свои выходные активно и получить от них максимум положительных эмоций. Центр города, сердце Севастополя, дельфинарии. Сейчас морская арена закрыта для посетителей, представления здесь не идут. Но специально для города выходного дня сотрудники дельфинария приоткрыли за кулисье. Общение очень любят новых посетителей в дельфинарии. Для них ваш приход – это праздник. Они, как и люди, ужасно любопытные и любят все необычное и новое. Новое лицо для них – это возможность расширить как-то свой кругозор. Особенно это касается, конечно, дельфинов в дельфинариях. Дельфины живут как настоящие спортсмены. Каждый день у них как минимум три тренировки. Самое трудное для дельфина – это когда он делает вот такой прыжок, рассчитать, насколько глубок бассейн. Это очень трудно. Потому что когда он выныривает, он попадает в необычную для себя среду. Он же представитель морской стихии. И в море, естественно, ему не нужен такой точный расчет, потому что неограниченное пространство. А бассейн заставляет его становиться математиком. Он очень точно рассчитывает свои движения. Это Степа и Сева. Степи, а Севи – два. В народе говорят, что дельфины на ощупь скользкие и холодные. Но на самом деле это не так. У них температура тела такая же, как у человека. И на ощупь они очень приятные. Они очень любят, когда их гладят. И между собой, точно так же, как люди, любят обниматься и гладить друг друга плавниками. Это у них высшее проявление нежности. Когда дельфин ухаживает за своей избранницей, то они долго-долго вместе гуляют кругами, соприкасаясь с плавниками. Считается, что мозг дельфина более развит, чем мозг человека. У них есть какие-то особенности характера? То есть вот один отличается от другого? Как люди. Как люди. Кто-то озорной, веселый. Кто-то трусоват. Кто-то очень смелый, задиристый. Все как у людей. У каждого свой характер. Кто-то упертый, кто-то быстро поддается. Идет на контакт. Дельфин в природе никогда не выходит вот так на берег. Он делает исключительно из уважения и любви к тренеру. Для него это необычно. И даже по природе своей он этого должен бояться. А им не больно, когда они по мосту прыгают? Нет. У них очень большой слой, во-первых, толстая кожа. Немножко похожая на гудрон. Причем эта кожа обладает тоже удивительными способностями. Современные подводные лодки обладают тем же покрытием, что и дельфины. Потому что дельфин движется в воде быстрее, чем ему положено по законам физики. Гасит волны моря. Помимо тренировок дельфины еще очень сильно любят играть. Говорят, они могут это делать часами. Дельфины Дельфины издают звуки не ртом, как мы с вами, а дыхалом. То есть отверстием на макушке, через которое они дышат. Причем дельфины-белухи за свое изящное пение называются морскими канарейками. У них очень интересный тембр голоса неповторимый. Но наши афалины черноморские тоже не отстают в этом деле. А вообще они поют только для людей. Потому что сами между собой они общаются на ультразвуке. Посмотрите, что он делает. Что делает белуха. Дело в том, что в отличие от наших афалин, которые лоят добычу зубами, белуха догоняет косяк рыбы и втягивает его внутрь вместе с водой. И у нее очень большая полость внутри. Вот за счет этой полости она выделывает вот такие вот трюки. Когда потеплеет, примерно в середине апреля, Дельфинарий снова ждет своих гостей. Всех севастопольцев, всех зарубежных, из дальнего, ближнего зарубежья людей. Чтобы они могли комфортно в новом Дельфинарии, после ремонта открывшемся, насладиться выступлениями дельфинов и морских котиков. Ждем вас. После каждого выступления зрителям дается возможность пофотографировать, погладить дельфина или поплавать с ним. Это самое незабываемое мгновение. Скажите, вы когда-нибудь на роликах катались и как относитесь к этому виду спорта? Конечно, прекрасно. То есть молодежь тоже катается, с удовольствием катается. У нас внуки катаются на роликах. И сюда мы приезжаем тоже. Никогда не каталась, но у меня сыновья активно этим занимаются. Причем один из них занимал какие-то призовые места. Ну, я бы сказала, что это очень похоже на коньки. Вот, поэтому я сначала научилась кататься на роликах. Вот, а потом вообще без проблем встала на коньки. Не катались. Не катались, да, но это дело очень нормальное, приятное, нужное. Катались очень хорошо, отношусь и на роликах, и на коньках, и на лыжах, на всем, чем угодно. И на санках тоже. А сейчас бы встали на ролики? Да запросто. Запросто. Что там? Как вы уже догадались, мы идем кататься на роликах. Добрый день, хотелось бы покататься на роликах. Да, что ты, конечно. Что для этого нужно? Ваше желание. Это самое важное. Присаживайтесь. На нос что-нибудь есть? На нос есть руки, которые мы всегда держим перед собой, перед веществом. Либо стараемся выставить их в самую первую очередь. Вообще правильно падать сначала на колени, а потом уже на запястье. Только не понимаю, что со мной происходит, но колени присогнуты, рука на колено, корпус вперед, держим в равновесии. В данный момент разрабатываем план развития роллер-спорта в Севастополе на текущий год, 2015. И, соответственно, планируем деятельность, которая будет связана именно с общением с правительством, законодательным собранием. В частности, это обсуждение генерального плана, на котором технически должно быть размещено место под скейт-парк, роллер-дром и так далее. Потому что именно роллер-спорт в том виде, который присутствует у нас сейчас в Севастополе, он больше направлен не на спортивное развитие как таковое, не на рекорды, а больше именно на здоровый образ жизни, на проведение качественного досуга и, наверное, на хорошую компанию. И, кстати, мы приглашаем всех желающих присоединиться к нам на набережной. Мы всегда рады всем людям и всем, кто пожелает кататься на роликах. И вообще ролики – самая полезная вещь для девушки. Они делают тонкой талией, качаются отлично попа, бедра, ноги, икры. Поэтому фигура получается просто великолепная, если посмотреть на всех роллер. Это был «Город выходного дня». С вами были Дима и Наташа. И главное помните, отдых должен быть безопасным. Если у вас есть предложения, вы хотите, чтобы о них узнали другие, вы готовы поделиться своими идеями? Расскажите об этом нам. Программа «Город выходного дня» приглашает к сотрудничеству организации и частных лиц. Отдыхаем в Севастополе вместе. Контактный телефон 54-36-30. 54-36-30. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...